ВОЛОЩУКА СД Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы про многое вам уже рассказали, но не рассказали про сам отель, и поэтому я сейчас вкратце расскажу об этом отеле. Отель называется Джумейра Забель Сарай. Это пятизвездный отель, который был построен 10 лет назад. Итак, строили его турки, поэтому у него такое название – сарай. Что такое сарай в переводе с турецкого? Это дворец. Ну и второе смысловое значение сарая – это караван-сарай. Там, где люди останавливаются отдохнуть в далеком пути, передохнуть с караваном своим верблюдов. Поэтому такое сарай. Строили, повторюсь, его турки, поэтому весь отель сделан в турецком-османском стиле 15 века. Архитектурные все решения, точно так же, как и внутреннее убранство. Но потом отель выкупили сами арабы, и сейчас он принадлежит арабам. И они, сделав небольшую реконструкцию, еще более усилили его роскошь. Поэтому пойдемте внутрь, я покажу, как внутри он выглядит. Местоположение отеля тоже великолепное. С одной стороны мы видим этот великолепный новейший Дубай, который построили за 20 лет. Вот эту красоту. Колоссальное количество этих небоскребов, которые многие напоминают, если вы обратите внимание, известнейшие здания мировые. Там есть целая улица, на которой стоят вот именно реплики мировых известнейших зданий. Каких? И Empire State Building, и Big Bear. Даже есть уже канувшие в лету башни Всемирного торгового центра. Весь этот город, Дубай, вот этот современный. Построили за 20 лет. В середине 90-х это строительство начали с привлечением самых знаменитых проектировщиков и архитекторов всего мира. А сам отель строили 3 года. Быстро строили. Я еще раз отмечаю скорость строительства здесь. Здесь нет никаких бюрократических проволочек. А есть только воля политическая. Быстро все построить. Эту красоту. Почему приняли решение так быстро строить? Да потому что в Эмирате, Дубай, начала заканчиваться нефть. И сейчас она составляет только 4% бюджетного дохода. Поэтому они быстро перестроились и решили здесь сделать привлекательнейшее место для туристов. Используя опыт голландцев, они начали делать насыпные острова, так как побережья было маловато для создания и строительства 5-звездных отелей. Поэтому решили насыпать острова. И вот наш отель как раз стоит на одном из таких островов. Какие особенности исключительные у этого отеля? У него самое большое спа на востоке. А то они говорят, что в Европе самое большое спа. Вот оно сзади. Атаман спа. Там 42 процедурных кабинета. И таласа терапия, и иглоукалывание. И еще какие-то там терапии. И спортивные гимнастические залы. И массажные кабинеты. То есть здесь есть все. И здесь, как по восточной традиции, все разделено на женскую и мужскую половину. Пойдемте глянем. Сюда два входа. Один вот с улицы, прям с набережной. А второй изнутри, из отеля. Пойдемте. Спа-центр в отеле Джумайра Забель Сарай называется по-турецки. Талис Оттаман Спа. Площадь его 8200 квадратных метров. Считается одним из самых больших спа-центров Ближнего Востока. Я много уже говорил про великолепный антураж всей этой гостиницы. Но в отношении спа-центра можно сказать, что он вообще роскошный. Все-таки слово роскошный как-то больше подходит к месту для неспешного вальяжного отдыха и наслаждения оздоравливающими процедурами. Если вы обратили внимание, все опять-таки сделано в восточном стиле, но в первую очередь в османском стиле 15 века. Вот это роскошь. Вот эти люстры, вот эти вазы средневековые. Все здесь есть. Ну и, конечно, масса мест для отдыха, где можно сесть, заказать себе чай, кофе, что угодно. Они тебе все принесут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, по-русски поговорим или нет? Не, не хотят по-русски говорить. Отсталые вы люди. Надо к цивилизации стремиться. А вы все по-английски, да по-английски. Мадам, а где есть для мужчин? Для мужчин? Для мужчин. Да, я стою в отеле, да, вы можете идти, женщины вверх. Другие. Мужики? Да, женщины. Другие. А там что? А, сюда. Не, 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 а туда что? А, отель. А, отель. Да, entrance. А, это, Елена, это вход в отель, оттуда, мы сейчас туда и пойдем. Я понял. Так, а, хорошо. Скажите, а надо заказывать? Я не знаю, что мы ингредиенты сейчас. Ну, не хотят, мы закажем сейчас на ресепшн себе там всякие процедурки. Ну, и если вы обратили внимание, здесь масса косметики, которую можно приобрести и с собой взять на спа-процедуры. То есть, все предусмотрено, все высшего класса, все есть. Так что сейчас пройдемся сквозь, посмотрите, детально все покажем. Потом пойдем в отель, а париться пока не будем. Потому что париться мы будем в Москве, мы же рокеры, мы любим по-рокерски с венечком. Тут венечка нет, тут одна вот проблема у них, венечка нету наших дубовых, березовых. Ну, мы их научим. Они скоро заговорят по-русски. Здесь и роскошные люстры, и различные фрески на стенах кабинетов и залов, и старинные вазы, и множество живых цветов, и различные фонтаны, и множество зеркал, а также различных кресел и удобных диванов с подушками, где можно присесть или прилечь. Ну и, конечно же, главное в СПА, это множество разной формы и размеров бассейнов и джакузи, как с соленой, так и с пресной водой, финские сауны, турецкие хамамы и целых 42 процедурных кабинета. И, как и принято на Востоке, СПА-центр разделен на две зоны, мужскую и женскую. В СПА-центре Талис-Отаман все продумано и выполнено в соответствии с классическим подходом к СПА-процедурам. Но вначале я расскажу, что означает слово СПА. А то многие люди слышали про это, но что это такое, не знают, так как никогда не пользовались. В целом и приблизительно представляют, что СПА это когда всякие бездельники обмазываются грязью, нежатся в джакузи и им делают всякие массажи и иглоукалывания. Но что это такое конкретно, не знают. Вы, конечно же, и без меня можете все узнать про СПА в интернете, но я знаю, что многим из вас будет лень это делать. Поэтому буквально в нескольких словах расскажу, что это такое и откуда оно все произошло. Слово СПА, давно ставшее нарицательным, означает как раз именно комплекс лечебных и оздоравливающих процедур. Но произошло само слово от названия бельгийского города СПА, который славился своими лечебными водами и в который съезжались люди со всей Европы подлечиться после бурной жизнедеятельности. Со временем про город забыли и СПА стало общепринятым обозначением комплекса оздоравливающих и лечебных процедур, этакого всестороннего ухода за телом. Сложилось и классическое понимание комплексности СПА. Классическая СПА программа включает в себя следующую логическую последовательность процедур. В начале успокоения своей души и тела для этого делают специальные залы, где можно просто посидеть, полежать в спокойной и красивой обстановке, расслабиться, попить чаю, подготовиться к процедурам. Затем идет распаривание тела либо в финской сауне, либо в восточном хамаме. В России зачастую это просто русская баня с веником. После этого для контраста можно нырнуть в холодный бассейн. Затем опять вернуться в баню. В общем совсем по-русски. Из огня до в полымя. Следующим этапом идет очищение тела от отмершей кожи. Это может быть скрабирование тела, ступни и пилинг лица. И опять-таки это может делаться различными кремообразными составами с добавлением твердой крошки из различных материалов для придания этой массе чистящих свойств. Но скрабинг можно делать и нашей мочалкой или турецкой рукавицей кесса. Далее идет этап увлажнения и питания кожи. Здесь уже человека могут обмазывать и лечебной грязью, и водорослями, и различными кремами. Ну и заключительным этапом по спа традициям идет уже массаж. Видов массажа множество, поэтому подбирается тот, который больше всего нужен человеку. После этого клиент может поплавать в бассейне с комфортной температурой или посидеть в джакузи. И заключительным этапом опять попадает в прохладную комнату, где его снова угощают горячим зеленым чаем, фруктами и восночными сладостями. Вот в Талис Атаман СПА в Забель Сарае все сделано как раз по таким классическим канонам. Клиент вначале попадает в прохладную комнату, они именно так ее называют, где ему подают различные канапе и зеленый чай. Затем он переходит в теплую комнату перед хамамом или сауной, куда подается незаметный поток горячего воздуха. Он подготавливается к входу в баню, затем он заходит в эту сауну или хамам, но предварительно может посидеть еще и в снежной комнате, которая здесь имеется, чтобы заставить свою кожу сжаться, чтобы потом она раскрылась в хамаме. Ну а далее все по той же последовательности, которую я уже и изложил. Вот такой здесь в Джумей-Разабель Сарае спа-центр под названием Талис Атаман. Ну спасибо вам, все рассказали, люди добрые. О, растут люди, растут, спасибо, правильно, пожалуйста. Ну вот видите, такая османская атмосфера, средневековая, полубрак, архитектура вся такая, конусы всякие, арки, все как положено сделано. А я вам напомню, что арки, это было первое решение для того, чтобы архитектурно, для того, чтобы удлинить беспролетные опоры, расширить их. Потому что арки складываются и держат друг друга. Тогда они умели еще делать железобетон, поэтому это было первое решение. Именно потому в древние века так много арочных строений, куполов. Так что такая вот красота. Да, ведь тут же совмещение с стеклом, с современностью. Ну согласитесь, классно, красиво сделали. То есть дизайн обалденный. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Волощу. Волощу, Волощу, Волощу. Расскажет. 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 Продолжение следует...